Законопроект об отмене обязательного техосмотра для частных автомобилей внесли в Госдуму только на этой неделе. А многие саранские автолюбители о нем уже слышали и даже имеют по его поводу собственное мнение. Если честно, я уже со стажем водитель, и техосмотр всегда формально проходил. Поэтому если сделать такое дело, я только за. Если частник у меня, я смотрю, вот это государственное, туда, вот туда, кем надо? А частник у меня? Частник я езжу, я постараюсь себе хорошо сделать. Ну вот если бы отменили техосмотр, как считаете, хорошо было? Нет, это очень негативно было бы. Мое мнение такое. Вы считаете, что техосмотр все-таки должен быть? Обязательно. И не как сейчас проводится, в большинстве случаев, а настоящий. А вот с этим-то как раз и проблема. Наш собеседник говорит, сам проходил техосмотр как положено. Однако знает людей, которые соответствующий документ получают даже не заезжая на спецплощадку. В автосервисах к таким техосмотрам для галочки относятся соответствующим образом. Особого смысла в них не видят. Зачастую автовладельцы проходят техосмотр чисто формально. Поэтому я не знаю, ведется такая статистика или нет, которая показывает, какой процент владельцев автомобилей проходит реальный техосмотр. Вот если хотя бы один из десяти, допустим, не проходит техосмотр и ездит по дорогам нашей страны, то смысла уже нет. Так что проще, возможно, упразднить то, что нельзя проконтролировать. Статистика есть у Республиканской госавтоинспекции. Доля ДТП, которые произошли из-за неисправности автомобиля, на уровне погрешности. За прошлый год в республике зарегистрировали 1092 аварии. И меньше 2% из них произошли по техническим причинам. По причине технической неисправности транспортных средств в 2018 году на территории Республики Мордовия было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий. Причем 9 машин участников таких ДТП были зарегистрированы на юридические лица и, соответственно, 10 машин на физические. В этих ДТП погибло 3 человека и получили ранения различной степени тяжести 31 гражданин. Но мы в 2018 году отмечаем снижение показателей аварийности по причине технической неисправности в отношении по сравнению с 2017 годом. Год назад техническая неисправность стала причиной 42 аварий. Это в два раза больше, чем в 2018, но все равно не дотягивает до среднего по стране уровня в 4%. Так что единственной пострадавшей стороной в случае принятия закона выглядят те, кто за проведение техосмотров получает деньги. А исправность транспортных средств и так давно находится на совести их владельцев. Действительно, если вы заинтересованы в безопасности и хотите ездить на безопасном автомобиле, тогда, конечно, нужно проходить техосмотр самостоятельно и возлагаясь на здравый смысл. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова